Здравствуйте! Меня зовут Сергей Проходский. Рад приветствовать вас на канале Процветок. Сегодня мы с вами находимся в питомнике декоративных растений Красный Клен. Поговорим с вами о том, как выбрать тую для живоизгороди. Почему именно тую и почему живоизгородь? На самом деле, живоизгороди очень распространенные виды зеленых насаждений, которые используют повсеместно, отгораживая одну территорию от другой или, соответственно, вводя определенные зоны, дифференцируя этим их друг от друга. На самом деле, туя получила свое широкое распространение прежде всего за счет своей устойчивости. Кроме этого, она высокодекоративная. Сочетание двух этих факторов дает возможность ее дальнейшего использования. Туя хорошо выглядит в любое время года. Фактически, как ель. Зимой и летом одним цветом. Но, кроме того, за счет того, что она обладает высокой устойчивостью, она может расти в условиях недостаточного увлажнения, хорошо чувствует себя как на открытом солнце, так и при затенении. Кроме этого, в современных сложившихся, тяжелых для многих растений условий загрязнения воздуха, почвы, для туи, в принципе, это тоже не является сильным негативным фактором. Сочетание всех этих нюансов создает возможность использовать тую практически повсеместно и в различных видах зеленых насаждений. На самом деле, у туи западной основного вида десятки сортов, которые отличаются различными признаками. Есть туи западные, которые будут иметь желтую окраску, хвои. Есть те, которые будут отличаться компактными размерами, в форме шарика, например, или распростертую форму кроны будут иметь. Но для живых изгородей, прежде всего, надо обратить внимание на те сорта, которые обладают направленностью роста, то есть вертикалью, и будут более-менее колуновидные по форме. Среди этих сортов можно выделить буквально несколько, которые наиболее популярны, наиболее востребованы, и, соответственно, наиболее всего подходят для живых изгородей. Первый экземпляр, который вы видите перед собой, это широко известная туя западная, сорт Брабант. По нему очень четко видны основные особенности. Эта туя хорошо разрастается в ширину. Ветви разрастаются в стороны при одновременном приросте в высоту. Приобретая такую тую, мы фактически минимизируем расходы. То есть это то дерево, которое практически в любых условиях будет хорошо нарастать по ширине, создавая зеленую стену, и в то же время будет хорошо вытягиваться в высоту. Но, кроме этого, надо понимать о том, что покупая такие растения и сокращая, соответственно, их количество, в дальнейшем нам придется их постоянно стричь. И, в частности, у сорта Брабант стричь мы их будем ежегодно и нещадно. Сорта Холмструп, Спиралис, отличаются более компактными размерами. Они более сжатые, обладают пирамидальной или даже узкопирамидальной кроной. Тянутся также в высоту, но нарастают гораздо медленней. В сравнении с предыдущим сортом видно, что веточки у этой туи более аккуратные, приросты не сильные, в ширину или по диаметру нарастают буквально на 5-10, максимум 15 см в год. Высоту, соответственно, вытягивается в районе 15-20. Кроме этого, этот сорт отличается большей сбежистостью, будет обладать формой конуса. Ну и, соответственно, менее интенсивно в дальнейшем мы будем его стричь. Ну и, наверное, одна из самых популярных форм туи западной – это сорт Смарагд, который широко востребован и очень часто применяется для посадок. Этот сорт обладает более изумрудной зеленью, более богато выглядит и, к тому же, обладает плотной, хорошо разветвленной кроной. Этот сорт отличается, кроме этого, хорошей скоростью роста, в течение года может вырастать более 20 см в высоту, при этом не сильно разрастаясь по диаметру. Сорт обладает хорошей устойчивостью и позволяет создать из нее монотонные зеленые стены или живые изгороди. Отбирая растения в питомнике для живой изгороди, важно знать не только сорт растения, в данном случае сорт туи, но также определиться с количеством растений, то есть с тем количеством, которое необходимо будет на всю живую изгородь, исходя из выбранного шага посадки. Надо понимать то, что даже небольшое растение, которое приобретаем в питомнике, со временем будет расти и с буквально высотой в несколько десятков сантиметров когда-нибудь станет метровым, когда-нибудь полутораметровым, а в данном случае как сорт сморакт может вырасти на высоту 6-8 метров. Кроме этого, оно будет нарастать и по диаметру. Соответственно, мы не можем высаживать растения вплотную друг к другу, даже если покупаем изначально небольшие экземпляры. Они будут разрастаться, смыкаться друг с другом и в будущем сильно конкурировать. Понятно, что при каких-то незначительных отклонениях от рекомендуемых шага посадки мы сможем в дальнейшем подкармливать эти растения, ухаживать за ними и таким образом поддерживать их общее состояние и декоративность. Но если изначально мы растения посадим очень плотно, на первые пару лет это будет вполне приемливо, а после, соответственно, это вызовет только негативные последствия. Заключаться они будут в том, что растениям будет не хватать питательных веществ, они будут конкурировать за свет и общая устойчивость этих растений начнет снижаться. На них вполне возможно могут нападать различные вредители и болезни и состояние живой изгороди и отдельных растений, в частности, будет сильно ухудшаться. Выбор шага посадки, то есть расстояние между растениями, в данном случае между туями живой изгороди, зависит от нескольких факторов. Прежде всего, зависит от выбранного сорта. Чем более узкокронные растения мы выбираем, то есть в данном случае сорта спиралис, к примеру, потом сморагд, они должны высаживаться ближе друг к другу, плотнее, потому что разрастаться по диаметру они будут меньше и, соответственно, сомкнуться они гораздо позже. Идеальным шагом посадки, например, для ту и западной сорт сморагд, является примерно 80 сантиметров. Это как раз-таки то расстояние, на котором располагаются сейчас эти растения. У них есть сейчас небольшой запас между кронами, но с учетом того, что они будут расти и развиваться, со временем они сомкнутся. Мы можем варьировать с данным сортом немного по параметрам и высаживать ее на расстоянии от 70 сантиметров до метра. Если высадим через метр, у нас большей частью получится рядовая посадка, которая сомкнется, то есть экземпляры, которые сомкнутся, через десяток лет. Тоже вариант достаточно приемлемый. Если мы высадим растения через 70 сантиметров, когда, допустим, приобретаем небольшие саженцы, смыкаться они будут быстрее, и в дальнейшем получится более плотная изгородь, которая будет непроходимой. Если же мы говорим про другие сорта, допустим, хорошо отличаемым в этом плане является сорт Брабант, который широко разрастается в стороны при хорошем приросте в высоту, высаживать эти экземпляры необходимо с расстояния 80 сантиметров и больше, метр и даже метр двадцать, потому что они будут интенсивно разрастаться в стороны и, соответственно, быстро заполнят полностью всю нашу живую изгородь и создадут зеленую стену. Таким образом, следует отметить, что выбор шага посадки прежде всего зависит от выборного сорта. Кроме этого, надо обратить внимание и на условия произрастания. Если те условия, в которые высаживаются экземпляры Туи, более-менее благоприятны для них, то есть почва является достаточно плодородной, суглинистой или, хуже чуть, супещаной по механическому составу, будет достаточное увлажнение, можно высаживать растения через рекомендуемый шаг посадки. Если условия будут хуже, можем варьировать, соответственно. Но этим самым мы в любом случае не добьемся идеальных условий. Необходимо предусматривать в дальнейшем подкормку и обрезку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok